Добрый день. Немного занимательной физики. Физика – школьный предмет, при изучении которого многие сталкиваются с проблемами. Из курса физических знаний многие почерпнули лишь цитату Архимеда «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». На самом деле физика окружает нас на каждом шагу, а знания физических законов делают жизнь только проще и удобнее. Знакомьтесь, очередная десятка лайфхаков, которые расширят ваш горизонт знаний об окружающем мире. Если вы пролили воду, не торопитесь вытирать лужу, просто разотрите ее по полу, увеличив площадь поверхности жидкости. Чем больше поверхность жидкости, тем быстрее она испарится. Понятное дело, сладкие лужи высыхать не оставляют, вода испарится, а сахар останется. Прямые солнечные лучи и чувствительная кожа – тандем сомнительный. Чтобы озолотить тело и не получить ожог, загорайте в тени. Ультрафиолетовое излучение рассеяно везде и достанет вас даже под пальмами. Не отказывайтесь от свидания с солнцем, но оградите себя от его обжигающих поцелуев. Отправляйтесь в отпуск, позаботьтесь о горшочных растениях. Организуйте автополив. Поставьте рядом с горшком банку с водой, опустите в нее до дна хлопчатобумажный шнур, другой конец которого положите в горшок. Работает капиллярный эффект. Вода заполняет пустоты тканевых волокон и перемещается по ткани. Система работает сама. По мере подсыхания земли движение воды по ткани увеличивается. И наоборот, при достаточной влажности прекращается. Чтобы быстро охладить бутылку с напитком, оберните ее влажным бумажным полотенцем и поставьте в морозилку. Известно, вода с влажной поверхности испаряется и охлаждает сам предмет. Эффект охлаждения от испарения усилит эффект охлаждения морозильной камеры и влажная бутылка охладится гораздо быстрее. Другой физический лавхак на тему правильного охлаждения посвящен продуктам. Холодный воздух всегда опускается вниз, теплый поднимается вверх. И именно поэтому кладагенты в сумку-морозильник следует класть сверху, а не снизу. В противном случае холодный воздух так и останется внизу, а верхние продукты могут испортиться. Чердачные помещения тоже нуждаются в освещении. Если это чердак сарая или какой-то пристройки и нет возможности провести электричество, то пользуйтесь солнечной энергией. Проделайте на крыше чердака отверстие и закрепите в ней пластиковую бутылку наполненную водой. Солнечный свет, отражаясь и рассеивая, равномерно осветит помещение. Увы, такой светильник работает только днем и в солнечную погоду. Как вскипятить молоко, чтобы оно не убежало, а плиту не пришлось нудно драйвить? Положите на дно кастрюли блюдца в перевернутом виде. Залейте молоко. Блюдца сдержит образование пены и бурное кипение, вынуждая молоко кипеть, а кивода. Если положить в воду при варке картофеля сливочное масло, теплоемкость воды повысится, а картофель сварится в два раза быстрее. К тому же сливочное масло самым положительным образом скажется на вкусе картофеля. Запотевшее в ванной зеркало нарушает гармоничный ритм сборов. Как избавиться от конденсата? При приеме душа воздух нагревается, а поверхность зеркала остается холодной. Для решения проблемы достаточно сгладить разницу температур. Например, прогреть зеркало феном. Некоторые материалы нагреваются быстро. Металлы. Железо, медь, серебро. Другие принимают и передают тепло медленно. Пробка, древесина или керамика. Можно сделать апгрейд своих нагревающихся ручек на кухне, кастрюлик, сковородок. Просто в ушки нужно продеть деревянные пробки от винных бутылок. И все. До свидания. Мир вашему. Продолжение следует... Продолжение следует...